Всем привет, с вами LikeApp. Вчера прошла презентация Sony, получилась она очень даже неплохой. Показали кучу новых игр, некоторые меня прям очень сильно удивили. Сначала я просто хотел рассказать, что было на презентации, но потом подумал, так сделает много каналов. Так что давайте лучше расскажу, о чем же будут самые интересные игры, по моему мнению. Если этот ролик зайдет, то дальше будет видео про паучка и росомаху. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а если ты здесь впервые и тебе нравится тематика игр, консоли и ПК, то ты попал на нужный канал. Подпишись, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Я прям ждал, что покажут новый трейлер, это было логично. Но вот прям с первых кадров вау-эффекта не было. Да, графика все равно впечатляет, но оно и понятно, новое поколение, другое разрешение и так далее. Но вот сначала в трейлере идут все те локации, которые мы видели в первой части. Только где-то с середины появляется что-то новое. Ну что, интересно, что же мы будем делать в этой игре? Сейчас все расскажу. Как вы заметили, Кратоса преследует Фрея, который пытается отомстить за смерть сына. И также появляется Тор. Его еще показывали в сцене после титров первой части. Я думаю, это и будут антагонисты этой части. Но может их будет и больше, а может и меньше. Но вообще глобальная цель игры это остановить Рагнарёк. И я так понимаю, у Кратоса есть какой-то план. И хоть это очень странно слышать из его уст, но в трейлере он сказал, что не все решается войной. Похоже, с годами он и правда поменялся. В общем, они с Атреем, и Мимира, кстати, в этой части тоже не забыли, освобождают Тюра. Это, если кто не знает, тоже бог войны, но только в скандинавской мифологии. Но и здоровый он, конечно. Его отец, кстати, Один. Так что это еще один брат Тора. Про его мать ничего не известно. Но раз он такой высокий, мне кажется, это как-то связано с Йотунами. Тем более Один был в их землях и тоже искал знания, как предотвратить Рагнарёк. Так что это возможно. Давайте теперь по геймплею. Что же там нового? Но, во-первых, помимо лодки, теперь из способов передвижения появилось сани с собаками. Ну или с волками. Сразу будет доступно все оружие Кратоса. Клинки Хаоса, кстати, как по мне, прокачали. Очень классные анимации в игре. Такие прям мощные удары делает Кратос. В общем, понравилось. А Трей все так же помогает стрелами. Был момент, как он там призывает оленя в бою. По-моему, кто-то фанат Гарри Поттера. Но на самом деле я думал, что он будет еще старше. И что геймплей будет еще из-за него. Может, попозже покажут что-то такое. А так, видно, что разработчики проделали колоссальнейшую работу над анимациями. И новыми способностями. Анимации движения и так были неплохие в предыдущей игре. Но тут это прям еще уровень выше. Плюс, я думаю, вкупе с новым геймпадом это будет вообще нечто. Сто процентов прям будет разница нажатия между клинками и топором. Но вот что не понравилось. Это, конечно, не так критично. Но опять нет полноценного прыжка в геймплее. Но да ладно, Кратос и так бодро дерется. Также, что касается еще нововведений. Появились новые враги. Что-то вроде каких-то ящериц. Еще кентавры. Но опять же, есть еще и эти темные эльфы. Вот в Годуар 4 меня бесили больше всего эти эльфы и Валькирии. Это прям начинался какой-то Дарк Соулс. Меня прям бесило постоянно вот это Вальгала, Вальгала, Вальгала. Тебя просто каблуком прошибают к стене. Или к полу. Посмотрим, может что-то изменилось. Ну и давайте же к итогам. Жду ли я эту игру? Ну конечно же жду. Выходит она в 2022 году на PS4 и PS5. Думаю, стоит ждать где-нибудь весной или летом. Но подождем еще анонсы. Но мне кажется, стоит ориентироваться на начало лета. Потому что там Horizon выходит. И мне кажется, должно пройти какое-то время между крупными играми. Если говорить про всю презентацию, то она получилась правда неплохая. Sony, как всегда, все самое крупное оставили на конец. Но удивить все равно смогли. Молодцы. Теперь будем ждать очень много новых игр. Когда они только поставки консоли наладят, я не знаю. На этом видео подходит к концу. Если ролик понравился, то оцените его лайком, не забывайте про подписку и колокольчик. Ну и конечно напишите комментарий, ждете ли Годууар 5, что понравилось еще на презентации. И еще напишите, стоит ли делать видео про Паучка и Росомаху. В общем, пишите, все интересно. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие и будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok